Всем здравствуйте и приветствую всех на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 11 октября. И я хочу в этом ролике познакомить вас с таким прекрасным комнатным растением, как пилея. Это одна из разновидностей пилея. Очень симпатичное растение, комнатное, совершенно неприхотливое. Будет прекрасно развиваться на любой стороне. Будь то восточная, западная, северная, южная сторона. Куда бы ни выходили ваши окна, пилея будет очень хорошо себя чувствовать. Также ее можно выращивать где-то на подставках, даже в центре комнаты. Довольно-таки быстро разрастается и абсолютно неприхотливое. Конкретно по этому растению. Весной я снимала ролик, и есть у меня где-то ролик с этим растением. И там оно у меня было немного поменьше. Дело в том, что я это растение, мне его подарила сестра в прошлом году. Совсем маленький череночек, вот такой вот, в семнадцатом году. Уже где-то осенью. И вот я его начала выращивать. Выращивала я его, выращивала. Дело в том, что это растение совершенно не любит опрыскивание. Ни простой водой, ни удобрениями. Но так как у меня этот горшочек стоял на подоконнике, где в дальнейшем я выставляла эустому, уже это где-то было март месяц, так как эустома у меня уже стояла на подоконнике. Обрыскивала я свою эустомку удобрением и зацепила немножко пилею. Несмотря на то, что я ее старалась прикрывать, в общем, у меня попали капли на листики. Пилея у меня вся погибла. То есть листья стали все черные, все почернились, укоржились, засохли и остался вот такой вот пенечек. Хотела я, конечно, снять ролик, показать, как вот нельзя обращаться с пилеей, но настолько там была красивая такая неприглядная картинка, что не стала я снимать такой ролик. Сестра мне говорит, цвет выбрасывай, я тебе дам новый черенок и будешь выращивать. Но так как я понимала, что это я загубила растение, я решила его реанимировать. Вот сейчас оно выглядит вот так вот, мое реанимированное растение. Вот такая вот красотулечка, вообще шикарная. Реанимировала я его, конечно же, агатом. Кстати, погиб-то он у меня тоже, когда я обрыскивала агатом, но попав на листья, растение погибло. А когда я его стала поливать агатом, оно у меня вот, видите, вот так вот вновь все распушилось. Горшочек небольшой, не любит она большие горшки пилея. Главное, она любит хороший полив. Хороший полив, ну и удобряем ее. Удобряла я ее и монофосфатом калия, и, в общем, чем удобряла и устомку, тем удобряла и пилею. Агатом я ее, конечно, каждый месяц, раз в месяц обязательно поливаю, как и все остальные комнатные растения. Почему я решила еще показать эту пилею сегодня? Дело в том, что она цветет. Видно, наверное, что вот у нее есть тут цветоносы. Небольшие, такие мелкие, совсем мизерные цветочки, как звездочки розовые. Они цветают, и затем она семена формирует, эта пилейка. Единственное, что мне не нравится, семена осыпаются на подоконник. Но я их собрала, какую-то часть уже этих семян, и сейчас решила для себя, наверное, буду собирать эти семена. Конечно, я не буду выращивать пилею из семян, так как она легко черенкуется, и ждать долгий этот период, пока взойдут семена, пока они прорастут, пока развиваться будет пилею, мне совершенно нет смысла. Мне гораздо проще начеренковать ее. Но я так подумала, у меня есть в данный момент несколько недоукомплектованных заказов, заявок с интернет-магазина. Я планирую сегодня их доукомплектовать, так как ожидается у нас сегодня товар. И я подумала, может быть, для тех, кто живет далеко, и нет возможности высылать такие черенки, но цветок на самом деле очень хорош, я могу поделиться семенами. И вот, девочки, кто ждет свои заявки, и знает, что еще товар не доукомплектован, он еще не отправлен, я могу сегодня вам в маленькие пакетики поделиться с вами вот этими семенами. Единственное, что сразу предупреждаю, что, конечно, они у меня не очень хорошо очищены, может, где-то будут попадаться кусочки вот этих лепестков, так как, ну, у меня, во-первых, зрение плохое, я не могу очень хорошо очистить семена. Не могу сказать, что семена прям совсем крошечные, ну, примерно как маковое зернышко, вот такие вот семена. И я бы с удовольствием поделилась этими семенами. Если даже у вас хотя бы одно-два семечка прорастет, то затем вы можете себе размножить эту пелею путем черенкования. Очень хороший цветочек. Ну, и видите сами, что такой вот симпатичный. Поделюсь я совершенно бесплатно, так как, ну, или выбрасывать мне эти семена, или кому-то сделать приятное. Как за ней ухаживать? Сейчас еще расскажу раз. Я как ухаживаю? Я раз в месяц поливаю агатом. Не забывайте, что только полив. Но даже если вы ее забудете, загубите и обрыскаете, не выбрасывайте, она у вас отойдет. Можно подкармливать вот таким вот прекрасным удобрением фертика, кристаллон. Вот знаю, что многие используют в цветоводстве и вообще подкармливают растения и в саду фертикой. Но мне больше нравится не простая фертика, а именно фертика кристаллон. Простая фертика у нас порошок розового цвета, фертика кристаллон зеленоватого цвета. Также можно использовать вот это замечательное удобрение АВА. Можно использовать любое цветочное удобрение. Очень хорошо Буйский химический завод отличный производит удобрение. Можно вот такие вот палочки Агрикола использовать. Это палочки с защитными свойствами от вредителями. Очень удобно. Палочку погрузили, но вот на такой горшок даже достаточно половинку палочки. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Они даже не палочки такие, Какие-то как капсулки. Вот видите, вот такие. Вот так вот они выглядят. И на такой горшок небольшой, но это литровый горшок, достаточно будет половинку. Просто утопили в землю, поливаем, защищаем сразу и от вредителей, и подкормка происходит. И одну такую половинку палочки на литровый горшок нам достаточно будет на месяц. Вот. Ну можно также подкармливать, если нет агата, можно аж без 101 хотя бы раз в месяц ее поливать, только не опрыскивать. Ну вот, с таким прекрасным цветочком я хотела вас познакомить и предложить, если вдруг кому-то нужны эти семена, я сейчас их еще буду собирать, так как она у меня сейчас цветет. Я думаю, что где-то до конца ноября у меня будет еще достаточно семян. Не буду я их больше выбрасывать. Раньше я их просто сметала с подоконника и выбрасывала. А сейчас буду собирать. И вот кому этот цветочек понравился, вы мне напишите, что не отказались бы от этого растения, и я вам семена пришлю. Поделюсь с вами с удовольствием. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока.